МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все здесь архитектурно не изменили. Все использовалось по назначению. Первая ближе к дому хозяйственная постройка включала погреб и дровяник. У Льяновых было два погреба. Один заполняли февральским домом, и он служил для хранения продуктов летом. А второй заполняли осенью яблоками и овощами. И, конечно же, отдельный сарай был предназначен для хранения дров, поскольку у Льяновых в доме было пять печей. Следующий сарай в правом углу двора назывался Каретном. У Льяновы отдали этот сарай детям. Редко кто из взрослых заходил в него, и поэтому дети чувствовали себя в нем уютно. Там довольно низко висела трапеция, на которую, кроме Володи, лазили Дмитрий с Ольгой. Здесь же старшие дети вырезали перочинным ножом из дерева лодочки для младших. Как-то в Симбирск приезжали цирковые артисты, и Владимиру особенно понравились канатоходцы. И в этом сарае он повесил длинный канат, взял шест, мазал усердно подошвой обуви мелом, долго учился ходить. Сколько ссадин, синяков он получил, но по канату ходить научился. Единственным отличием двора Ульяновых от других усадеб была кракетная площадка. За отличную учебу Илья Николаевич подарил набор кракет своим детям. Они сами разметили поле и долгими летними вечерами увлекались любимой игрой. Мальчики с усердием загоняли деревянными молоточками шары в проволочные ворота. Двор создавал все условия для подвижных детских игр. И даже Илья Николаевич в такие редкие для него учиться досуга увлекался кракетом. Но даже здесь он использовал свою терминологию, вспоминая о своих будущих маршрутах командировок. Отправлю-ка я этот шар в уезд, а этот подальше в губернию. Около садовой калитки на дворе был колодец, из которого вода для поливки сада качалась ручным насосом. Вода в этом колодце была очень жесткая и годилась кроме поливки сада только для мытья полов. Питьевая вода доставлялась со свияги водовозом. Как вспоминали Ульяновы, около колодца стояла большая катка. Слева от колодца находится небольшой флегель и кухня Мазанка. Во флегеле было две комнаты и голландская печка. Ульяновы там проживали, когда в основном доме проходил ремонт. Во флегеле также гостили сестры Марии Александровны со своими семействами. Но иногда его сдавали в наем. Когда Володе было 10-12 лет, здесь проживала портниха со своим сыном Николаем, полным ровесником Владимира. Мальчики подружились, вместе ходили на рыбалку. И вот однажды произошел чуть ли не трагический случай. В огромной канаве Володя, закинув удочку, не удержался и стал тонуть. Николай не растерялся, позвал взрослых на помощь. Володю спасли. Мокрые, грязные, холодные вернулись они домой. Ох и досталось нам от Ирии Николаевича, вспоминал Николай Анефедев. Кухни во флегеле не было, и пищу приходилось готовить на русской печке, стоящей рядом кухни Мазанки. Но позже, когда Александр увлекся химией и зоологией, это помещение было выделено ему для научных опытов. Сюда лабораторию Александр перенес из своей комнаты, когда посторонние запахи стали мешать в доме. И Мария Александровна настояла на том, чтобы лаборатория была именно здесь, в летней кухне. И здесь он проводил свои опыты. Дети семьи Ульяновых имели очень разносторонние наклонности, но трое из них были увлечены естественным науками. Это Александр, Ольга и Дмитрий. Увлечения детей складывались из того, что давали им родители. Так Илья Николаевич свои прогулки с детьми выстраивал в формате полевых экспедиций и показывал, как нужно изучать природу. Гербарий, составленный Александром, это как раз и есть то, чему учил его отец. В лаборатории мы видим как простые химические приборы, колбы, пробирки, спиртовка, так и более сложное устройство, микроскоп. Здесь Александр Ульянов получил свои первые знания по химии. И уже впоследствии это повлияло на выбор его профессии. Окончив гимназию с золотой медалью, Александр поступает в Санкт-Петербургский университет, выбирает естественное научное направление для своего образования. Профессора, которые обучали Александра, прочитают ему большое будущее и действительно карьеру серьезного ученого. Он колеблется между химией и зоологией, но в конечном итоге выбирает такое направление для своего научного развития, как зоология беспозвоночных. Именно за работу в этой науке он получает золотую медаль. В этой лаборатории частенько бывал и Дмитрий Ульянов, младший брат Владимира Ильича. Он пошел по стопам своего деда Александра Бланка и стал врачом. Увлечение медициной началось именно в этой лаборатории. Однако сначала его интересовала минералогия. Он очень любил гулять и собирать различные минералы, которые мы можем увидеть в нашей экспозиции. Один из таких минералов, гипсовый минерал, он передал своему старшему брату Александру. И Александр ввез этот минерал в Санкт-Петербург. И позже написал Марии Александровне письмо. Написал перед Ави Нитрию, что гипсовый минерал, который он нашел на берегу Волги, приняли в наш миниологический кабинет. Сотрудники музея именно в этой экспозиции проводят очень занимательные интерактивные занятия. Одно из них, тайно написанное молоком, основано на простейших химических опытов. Которые называются тайно. Все мы знаем, что Владимир Ульян, находясь в тюрьме, писал между строками книг свои работы, передавал их, писал молоком из хлебной чернинцы. Этот эпизод широко известен. Но есть и другие способы тайно, о которых вы можете узнать, если придете к нам в Дом музея Ленина. Пок на Флиглия выходят в сад. Он занимал большую часть усадьбы Ульяновых и тянулся до следующей улицы – Покровской. Сегодня это улица Льва Толстого. Из фруктовых деревьев были преимущественно яблони. Больше всего аниса, затем белый налив, апорт и еще несколько деревьев с очень вкусными яблоками. Но кроме яблоневых деревьев в саду была и вишня, большой охотницей вишневых насаждений была Мария Александровна. И Илья Николаевич очень любил вишню. И как удивлялись приходившие гости в усадьбу Ульяновых на именина Ильи Николаевича, что после основной сборки урожая одно вишневое дерево было полностью в плодах. И на праздничном обеде их обязательно вкушали. Кроме яблони вишен были груши, густой малинник, кусты крыжовника и смородины. Для сбора ягод и фруктов Мария Александровна устанавливала правила для детей. С деревьев рвать не полагалось до определенного срока. Через весь сад от садовой калитки до Покровской улицы шла так называемая Большая аллея. Она вся была обсажена серебристыми тополями. Они и сейчас делят сад на две половины. Также здесь растут лиственницы, густая сирень, акация и развесистые вязы. В глубине сада находится беседка, уменьшенная копия той, что была у Ульяновых. В беседке они устраивали общие вечерние чаепития, во время которых читали художественные произведения и обсуждали их. Сегодня в доме, ставшем музеем, по-прежнему живут традиции семьи Ульяновых. И одна из них – это обсуждение литературных новинок, которое включено в программу музейного посещения в летнее время. Настолько Ульяновы любили музыку, что рояль называли десятым членом семьи. И именно здесь, в летней программе, состоится выступление артистов Ульяновской филармонии. Это будут концерты классической музыки, которые будут проходить на свежем воздухе. И мы приглашаем и ульяновцев, и всех гостей города принять участие в этих программах, и с пользой, и интересом провести в летнее время здесь, в усадьбе Ульяновых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова